Вы в Ашкабаде впервые? А архив сразу нашли? Впервые, товарищ генерал. А в архиве, честно говоря, ничего для себя стоящего не нашел. Мне посоветовали обратиться к вам. Сказали, что ваша память это больше, чем архив в министерстве. Красивые цветы у вас, товарищ генерал. Очень? Сам расчел. Во-первых, молодой человек не надо так официально. Я давно на пенсии. А во-вторых, насчет моей памяти они явно преувеличивают. Но я постараюсь быть вам полезен. Значит, вас интересует Баба Хан? Да-да. Забодай его, Камар. На моем веку их проходило несколько. Позвольте я взгляну в свои талмуды. Сейчас появилось такое модное словечко, хобби. Так вот это и есть мое хобби. Да, вот он нам и нужен. Вот, вглядитесь в этого субъекта. Сверхопасный преступник был. Перед окончанием войны он организовал побег из лагеря особого режима, здесь, в Турхмении. Прихватил с собой еще троих. Так называемый побег с бычком. Вам, молодежи, наверное, и неизвестно, что это такое. Только понаслышке. В то время преступный мир был другим, чем сейчас. Существовали ужасные неписанные законы. Не гнушались ничем. Съесть бычка, ну, своего товарища, считалось нормой. Потом, километров через пятьдесят, нашли Ибрагимова. Спекулянт, мешочник. На фронте фашисты, а эти здесь из нас кровь били. Тот же враг, считайте. На двенадцатый день погони мы все выбились из сил. На сотни километров вокруг безжизненная пустыня. И мы решили прекратить преследование. Полагаю, что сама природа сведет с ними счет. С Бабаханом оставался некий Баймурзаев, киргиз. Сидевший за бандитизм, угон колхозного скота в Китае, тогда еще Гаминдановский. Сам Бабахан являлся крупной фигурой в преступном мире. Одно имя чего стоило. Это Баймурзаев, а это нужный вам Бабахан. Алексей Петрович, разрешите? Что? Переснять. А, пожалуйста, ради бога. Боюсь, Маликов, ни один эксперт нас не поддержит. Разница в полвека не шутка. Сейчас он инвалид, уважаемый человек, ветеран войны. Как бы нам потом. Тем более, товарищ комиссар, считаю необходимым идти на этот решительный шаг. Самый верный путь к Ахметову Косымову через Бабахана. А подобраться к Бабахану можно только разобравшись в тайне Шарипова. Конечно, если эта тайна существует и не плод нашего воображения. Познакомишь меня с Бабаханом? И больше мне от тебя ничего не надо. О, молодец, Убилмый. Проскочил. Бабахан. Слушай, браток, ну-ка, выйди. Ну? У меня мало времени. Ты что? Решил новую жизнь начать с убийства? Эй, ты! Ну-ка, иди, закрой ворота! Воронщий, я 12-й. Нахожусь в районе улицы Баха. На стройке. Со мною, главное, постараюсь задержать молодого. Стой там! Я же тебе сказал, если нужна тебе жена, поезжай к Саиду Агману. Она там. Врешь. Хочешь заманить меня в ловушку? Я не верю ни одному твоему слову. И запомни, если что-нибудь случится с моей женой, я пристрелю и твоего Бабахана, понял? Ну ладно, хватит играть в кошки-мышки. Я Бабахан. Чего-чего? Ах ты, старый пес, артист. Не курю. Узнаешь? Кого я должен узнавать? Вот этот юнкер я. А рядом мой отец Бальмурзаев, самый богатый человек Семеречи. Хозяин пешпека, а не как вы погано выражаетесь, фрунзе. Не верю. Юнкер стоит на своих двоих, а ты без ноги. Скотина. Ноги я в песках Харакума потерял. В 44-м бежал из лагеря особого режима в Туркмении. Нас было четверо. Вел нас по пустыне, бывший из Баши Бухарского иира Бабахан. Когда в пустыне прошел дождь, я понял, что спасен. Я старика. Рада? Аааа! Аааа! Ааа? Ааа! Аааа! 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 Истекая кровью, я уполз через границу. Вот так я стал Бабахан. Хорошо, поедем к Саидлагману. Только не думай, что я тебе поверил.